Добрый вечер! Начинаем очередное заседание Общевсюдустского семинара по математике и ее приложениям. Сегодня у нас доклад Юрия Геннадьевича Прохорова «Бирациональная геометрия и эффективная теория минимальных моделей». Пожалуйста, отлично. Спасибо. План доклада такой, очень простой. Это будет введение и, собственно, результаты. Бирациональная геометрия изучает проективные алгебрические многообразия с точностью до бирациональной эквивалентности. Я начну с определений. Х у нас будет проективное алгебраическое многообразие. над полем комплектных чисел. Ну, если угодно, можно считать, что это комплектное пространство. Компактное. От него я только потребую, чтобы оно допускало вложение в проективное пространство. И для моих задач это будет важно. Цель бирациональной геометрии изучить такие многообразия с точностью до эквивалентности, которые называются бирациональной. Мы считаем, что х и х штрих бирациональны, эквивалентны. Если и там, и там можно выделить открытые, не пустые, а открытые в топологии из-за рискового множества, которые из-за морса. Как алгебрические многообразия. Иначе, говоря, можно посмотреть на поля рациональной функции там и там. Требуется, чтобы они были безомосны. Рациональных или, поскольку они компактны, это будет совпадать с глобальными миромосными функциями. Что требуется? Естественно, потребует для бирациональной квалификации выделить какой-то в каждом классе бирациональных вариантов, найти какой-то выделенный элемент. В этом классе. Все неприводимое. Да, многообразие считается неприводимыми. Ну, пока я не говорю, что они не особо. Ну, давайте нашим пример. Это размерность 1. Комплексный размерность 1. Это алгебрические кривые. Или, говоря комплексным языком, компактные римные поверхности. И в каждом классе такой эквивалентности можно найти не особый элемент. То есть, это будет настоящая римная поверхность. И такие уже многообразия бирационально эквивалентны тогда и только тогда, когда они изомосны. то есть, не особый элемент является таким выделенным элементом. Он единственный. В каждом классе бирациональной эквивалентности. Что? Да, не только родом. То есть, отсюда грубый вариант это род. А дальше при каждом значении рода жир равняется нулю. Это в точности СП1. А дальше при каждом значении рода у нас есть семейство. Скажем, при жир равняце единицы это эллиптические кривые. Как-то по логическому многообразию это тор комплексный, но на нем существует одномерное семейство комплексных структур. Ну и так далее. То есть размерность этого дальше размерность многообразия растет с родом 3G-3. Это относится многообразием модулей. Существенный результат в этом направлении один из наиболее существенных и фонаментальных это теорема Хиронахи. Где-то 50-е года он говорит о том, что значит грубо говоря в том, что в каждом классе в любой размерности в каждом классе можно найти не особый модель. Ну и который тогда будет говоря комплексным языком и будет компактным комплексным многообразием. Это важный результат, но заведомо недостаточный для нашей цели он не дает в высших размерах он далеко не дает полного описания. Что легко увидеть из следующего примера. пример это раздутие точки. Возьмем комплексное многообразие зафиксируем на нем точку не особую ну и вокруг нее возьмем маленькую окрестность и в ней локальные координаты. Следующий процесс называется раздутием этой точке. Это многообразие просто можно считать что это комплексный диск. А вот это многообразие вложено в U на P размерность X будет N. комплексный размер на P N-1 с координатами с однородными координатами и задается там такими вот уравнениями X Y G равняется X G Y Y получаем многообразие и здесь есть проекция на соответствующую компоненту. Теперь то что получили мы можем подклеить к нашему X и получить новое многообразие с проекцией на нашей. Что здесь произошло? Значит если мы рассмотрим эту проекцию то она взаимно однозначна всюду кроме самой точки P. Вне P это изоморфизм а над P если мы положим здесь нули висит целое проектиное пространство размер синий нишку меньше ну таким образом это биорациональный изоморфизм то есть эти многообразия эквивалентны в нашем смысле биорациональном и мы можем применять эту процедуру много раз к разным точкам и видно что если размерность не равна единице больше единицы то у любого многообразия существует бесконечно много не особых моделей биорациональных ему поэтому практически наверное это классическая теория построенная Костульнову и Энриписом который хорошо работает в размере седла это понятие минимальных моделей вводим на множестве многообразия данной размерности такое отношение частичного порядка мы считаем что x больше равно y если существует не отображение а морфизм регулярное если угодно голомофное отображение биорациональное регулярное отображение то есть которое определено всюду в этих точках на всех точках мы считаем что строго больше если f не изоморфизм значит легко видеть что в этих обозначениях у нас x волну это строго больше x то есть мы хотим как бы обратить этот процесс ну и минимальная модель наивное определение это модель герациональной квалины данным и минимальная вот в этом смысле это отношение порядка для мель ременов одна модель и этот вопрос теряет смысл ну для каждой ременной поверхности мы имеем ровно одну модель такой морфизм будет являет обязательно является изоморфизмом то есть в каждом классе операциональной эквивалентности есть ровно одна модель значит конечно мы считаем здесь x и y на данный момент гладкими в не особой категории вопрос становится осмысленным в размерности больше недавно 2 он действительно осмыслен поскольку вот там начинает происходить вот такие эффекты что я теперь я хочу перевести следующий пример следующий пример это классическая теория извиняюсь это классическая теория поверхностей теорема которая принадлежит куспину классическая теорема говорит о том что в размере все хорошо минимальные модели существуют более того можно сказать конечно возникает вопрос о единственности такой мы не говорим это определение совершенно не предполагает единственность минимальной модели но здесь можно сказать больше для этого нужно ввести инвариант инвариант называется размер всекода ира можно определить для любого компактного комплексного многообразия ну я определю ее двузначно мы считаем мы считаем вот она обозначается так мы считаем что это она отрицательна и строго говоря говорят минус бесконечность сейчас если сечение глобальной все пучки дифференциальных форм старшей степени а также их тензорные степени н это снова размер многообразие сейчас я пока не предполагаю что это поверхность и также тензорные степени не имеют глобальных сечений в частности на их нет дифференциальных форм старшей степени и во всех последующих в противном случае говорят что она не отрицательна что она не не отрицательна значит если это пространство не равное на самом деле размер все это пространство каким-то образом может расти и порядок этого роста и вот в этом случае называется размер но мне это на данный момент не нужно это очень важный вариант и это персональный вариант то есть для неособых многообразий которые биориционально эквивалентны эти пространства просто канонические и заморозные это просто сливопись принципа хардокса если мы берем биорициональное отображение пространства по теореме Завискова оно не определено к размерности 2 комплексной и мы можем поэтому мы можем поднимать форму суда и по принципу хардокса продолжать их на все и таким образом получается пространство экономические заморозные для персональных валют нет никаких раздутий не нужно мы просто берем любое отображение берем форму здесь и поднимаем ее на открытые подможницы нет берем гламотную форму поднимаем ее на открытые подможницы и потом по принципу хардокса она продолжается на все х поскольку у дополнение к у это замкли подможни к размеру по крайней мере два комплекса это очень простой классический факт в то время те времена не думали о никакой славой фракторизации так вот если мы нет 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 наоборот если берем царь замок то размер скадер совпадает то есть это берем царь вариант но я совершенно не говорю что он полностью различает это очень грубый вариант хорошо так классическая теория также говорит больше что при вот в размер c2 при если размер скадеры не отрицательно то минимальная модель единственная любое x для любого x под поверхности компактной комплексной поверхности существует бирегулярная персональное регулярное отображение на минимальной модели то есть это в любом случае конечный и это отображение есть композиции раздутие позиции раздутие точек это то что я ну если мы идем отсюда сюда да да ну значит предположим что мы хотим вернуться обратно это в отображении совершенно верно если же замечание в случае отрицательника до его размерности все немножко сложнее ну тем не менее там все полностью построен там простейший пример мы имеем например p2 cp2 и по 1 по 1 и то и другое минимальная модель в нашем смысле они естественно персонально изоморфны поскольку и там и там живет афинный пространств эти многообразие изоморфны но нельзя построить отображение регулярного отображения персонального отсюда сюда не отсюда сюда то есть это обе минимальные модели и они никак не сравнимы между собой смысле нашего определения то есть в случае я хочу цитирует что в случае без отрицательника размерности ситуация немножко сложнее чем то что описывалось выше хорошо что когда его нет я сказал что давайте поточнее расшифруют понятия вот эти пространства можно объединить по одному алгебру то есть такая большая груду и равная алгебра получится а всем п больше равную алгебра у нее как обычно в алгебрической геометрии можно взять проективный спектр это алгебра является герациональным инвариантом и вот это многообразие тоже является герационным инвариантом ну предположим что она конечно порождена что в общем-то априори не ясно но так вот размерность этого многообразия есть размер из кадаида иначе говоря разница размер из кадаида совпадает со степенью трансцендентности вот это алгебра минус 1 до исключением когда это пусто это можно пустой все такое размер с кустом множество отрицатель это алгебра может быть для берега многообразия например для вот эллиптических кривых это просто стоит попросту из констант тогда эта . разница края считается нулевой и она отрицательна то есть это вполне вполне определенная вещь хорошо далее конечно же были попытки обобщить эту теорию значит что и что резюмирует то что сказано значит в размерности 2 эта программа работает полностью она дает полное описание это почти алгоритмический процесс который дает построение минимальной модели минимальной модели существует и почти алгоритмически строится что да совершенно верно это легкая часть после того как мы получили существование минимальных моделей конечно слюки их описывать это они делятся на типы это поверхности общего типа эллиптические к 3 поверхности и так далее в каждом типе есть очень много до сих пор открытых проблем то есть это да ну например просто вопросы о пространствах модулей поверхностей общего типа там очень много открытых проблем впрочем как и для даже для как для римуных крупностей там тоже есть до сих пор открытые проблемы то есть пока интересует вопрос о существовании этого дела это грубо говоря легкая проблема что происходит в размерности оказывается что объективным причинам такая теория построена быть не может это было отмечено уже очень давно и попытки построить параллельный аналог такой же такой же как для поверхностей полностью провалились где-то в конце семидесятых в начале восьмидесятых годов прошлого века появился пояс новая философия как нужно строить минимальные модели для многообразий высшей размерности выяснилось что необходимо отказаться от условия того что многообразие является не особо и это было доказано значит на самом деле в работе море 82 года где вот первая же попытка проделать такой же трюк как в случае поверхностей взять и попробовать что-то стянуть приводит уже на первом шаге особо многообразие и вот в этот период в работах море рида у кого маты шакурова сложилась диалоги как мы следует действовать несмотря на то что первый процесс конечно перемычки хиранаки имеет право на существование можем разрешить все особенности после чего запускаю какой-то алгоритм который сейчас называется программа минимальных моделей этот алгоритм выводит нас из категории не особых многообразий но мы остаемся в категории многообразий с очень незначительными особенностями это работает в категории многообразий с терминальным особенностям и второе нововведение этой теории было то что нужно немножко отказаться от такого наивного определения минимальной модели ну давайте сформулирую во первых мне нужно определение будет канонический дивизор ну или канонической линии расслоения если мы у нас есть многообразие можем рассмотреть на нем дифференциальную форму мироморфную не обязательно гламотно не обязательно существует мироморфная дифференциальная форма форма степень n это опять микрообмерность многообразия и посмотреть на ее дивизор нулей плюсов этот дивизор называется экономическим дивизором многообразия ну поскольку мы в принципе договорились работать в категории особых многообразий то это не совсем верно здесь следует рассмотреть не особую часть это открытое множество случае терминальных особенностей они все живут в размерности по крайней мере три поэтому это такое большое жирное множество и определить канонический дивизор на нем а потом просто замкнуть то есть взять замыкание здесь можно здесь определены все стандартные объекты в частности дифференциальные формы мы можем взять этот дивизор потом замкнуть и получить корректно определенную вещь на все многообразие это очень важный объект конечно с ним связано его можно рассматривать так же как пучок а также как илюминий расслоение то что писалось здесь это не что иное как кратное сечение этого пучка и второе что мы можем определять на многообразиях высшей размерности мы девизу можем пересекать дивизоры кривые получать числа конечно же хороший вопрос правильно говорить не о каноническом дивизоре каноническом классе можно поменять дифференциальную форму домножить ее на рациональную тогда этот дивизор поменяется на дивизор к нему прибавится дивизор нулей полюсов это рациональных это рационально это это рациональные функции то есть если мы омега заменим на омега штиф которая отличается от нашей на рациональная функция или мироморфная функция то сюда добавится такие дивизоры называются ленино-эквивалентные мы их тоже отождествляем то есть это довольно таки грубо но так принято говорят о каноническом дивизоре хотя правильно говорить о классе дивизоров по модулю вот такой ленинной эквивалентности ну а теперь позвольте а я приведу примеры я не буду определение технично поэтому и значит я могу тратить время на плене но я обязательно дам примеры и полную классификацию в размере все три структура программа минимальных моделей мы стартуем с любого многообразия можно стартовать с не особого ну или с терминальными особенностями и она разбивается на такие элементарные шаги про которые скажу и мы заканчиваем с с многоразием который дотворяет одному следующих свойств это или минимальная модель только теперь под минимальной модели мы понимаем многообразие на которой экономический дивизор является численно эффективным то есть с любой кривой он пересекается не отрицать ну типичный пример таких многообразий это гипер поверхности большой степени в проективном пространстве гладкой гипер поверхности степени больше чем размерность плюс один заведомо удовлетворяет свойства ну а также комплексные торы мы гораздо коллаби яу для них это просто ноль ну и так далее или противоположное это что-то типа проективных пространств те которые более близки к проективным пространствам это модель фона это многообразие которое имеет отображение в меньшую размерность и так что антикалонический дивизор уже теперь обилин на слоях еще раз z имеет меньшую размерность и антикалонический дивизор обилин на слоях здесь то есть нужно поставить знак минус это многообразие расслойное на многообразие фона или сами фона примеры это проективное пространство произведение проективного пространства на нечто ну и многообразие наоборот маленькой степени в проективном пространстве те у которых степень меньше чем меньше чем размерность плюс один и так далее во многих смыслах такие многообразие существенно проще чем изначально это структура и в принципе пока на данный момент ну как правильно замечено что это пока просто теорема существования следующий этап конечно изучение этих моделей пока хотелось бы ответить на то что существует ли они значит в размерности это программа доказано что она существует так сказать это реализуемо было доказано окончательная точка была поставлена море где-то 80 твой год 80 88 ну это было на этот счет было много работы и как я сказал вот и работали маэрс рид каламата шакуров и мой был поставлен поставил окончательную точку в этой программе и доказал что все промежуточные этапы реализуются маэрс рид за это он получил филовскую медаль в высшей размерности были попытки были попытки обобщить это но практически сразу стало ясно что этот метод не обобщаем в высшей размерности он очень эффективен о чем я чуть позже скажу то есть он позволяет по крайней мере в принципе описывать все промежуточные этапы но не обобщаем высшей размерности высшей размерности идея была предложена Шакурову и в принципе в размерности 4 он ее осуществил но опять же в общем случае существование минимальных моделей было доказано в работе Беркара Кассини Хейтона Макхернана совсем недавно 4 года назад то есть к настоящему времени вот эта программа ее часть в смысле существования она полностью установлена более того значит если мы скажем о окончательных моделях например в этой ситуации лучше всего этот метод проявил себя когда кодеровая размерность максимальная то есть кодеровая размерность равна размерности многообразия таким многообразием называется многообразие общего типа это наиболее обширный класс многообразий но в нем минимальная модель программа минимальных моделей работает лучше всего в этом доказано что она грубо говоря работает в любом направлении и в этом случае доказана теорема о том что Кавамата доказал что ну вот аналог того что происходит в размере С2 в размере С2 я сказал что минимальная модель единственная здесь он доказал что количество минимальных моделей конечно при максимальной кодеровой размерности более того описано как они получаются друг с другом я сейчас скажу это вот как раз об этом следующая часть моего доклада и сейчас я хотел бы поскольку время поджимает я хотел бы перейти к слайду значит основной В чем преимущество размера сети 3? Первое. Терминальные особенности в размере сети 3 полностью классифицированы. Эта классификация была сделана Мороцвидом и затем Море. Я не буду воспроизводить ее в полном объеме, только воспроизводу основную серию. Основная серия выглядит так. Такие многообразия являются факторами гиперповерхностных особенностей. То есть, вот здесь только плюс стоит. После x, y должен стоять плюс. Многообразие заданное одном уравнении в четырехмерном пространстве, которое является изолированным. И фактор по циклической группе. Которая действует вот с такими весами. То есть, она действует умножением корнат на некие примитивные корни из единицы. Ну, вот в таких степенях. Два частных примера это то, когда группы нет. То есть, мы не факторизуем ни почему. Ну, это просто гиперповерхностная особенность. И второй случай, когда гиперповерхность становится гладкой. Другой крайний случай. Ну, тогда мы просто факторизуем афинное пространство по группе. Значит, это, я должен сказать, что это классификация с точностью до аналитического изоморфизма. То есть, еще раз. Трехмерные терминальные особенности изолированы и представляются примерно в такой форме. Это основная серия. Есть еще очень мало, около шести исключительных случаев. То есть, это первые преимущества размера сетей. Трехмерные терминальные особенности допускают обозримую классификацию. Ну, отсюда, если мы посмотрим, отсюда выводятся простейшие свойства. Если мы посмотрим на локальную фундаментальную группу, понимаем, что она циклическая. Изоморфна просто в той группе, по которой мы факторизовали. Другое замечание, которое мы можем сделать, глядя на уравнение, которое было написано, что очень важным вариантом является поведение локального антиканонического дивизора вблизи этой особенности. Значит, локально антиканонический дивизор должен обязательно проходить через эту особенность, если индекс больше единицы. И он высекается вблизи нее, ну, опять вот таким уравнением. И легко заметить, что это не что иное, как такая особенность называется Дювалевской. Ну, есть много синонимов для этого слова. Такие особенности еще называются АДЕ, особенности Арнольда, Клейна, Платона или рациональными двойными, в зависимости от области математики, в которой они появились. Ну и последнее замечание. Такая особенность локально деформируется в набор циклических факторов особенностей. Дальше, значит, следующая цель моего доклада была рассказать о промежуточных шагах в этой теории, описать промежуточные шаги. Промежуточные шаги раскладываются в композицию преобразований, которые называются или стягиваниями, то есть это отображение должно быть или бирегулярным, такое называется дивизриальным стягиванием, или такое отображение называется флипом. То есть это некое рациональное отображение, биррациональное, или биримероморфное, если угодно, которое является изоморфизмом в размерности один. То есть, если мы работаем с трехмерными многообразиями, мы выкидываем кривые, и это отображение становится изоморфизмом. Это два типа элементарных преобразований в нашей теории. Значит, ну и если я хочу расшифровать теперь название доклада, эффективное значит то, что я хочу получить, хотя бы приблизительно описание вот этих промежуточных шагов. Ну, здесь сразу возникает несколько подслучаев, значит, в зависимости от типа исключительного дивизора. Дивизор может быть стягиваться в точку или на кривую. Ну, а здесь, вот такое преобразование называется флипом. Флип есть лип. Ну, и, значит, то, что я хочу исследовать, это более-менее отображено на доске. Я хочу исследовать или дивизориальные стягивания, которые стягивают, у которых исключительно дивизор стягивается на кривую, тогда прооба с какой-то специальной точки является кривой. Или преобразование такого типа, или одна из окончательных моделей, в которой, опять же, вот здесь появляется поверхность. Иначе говоря, я хочу исследовать вот такие вот преобразования, которые являются элементарными в теории Мури. Это стягивание с трехмерного многообразия куда-то, отображение со связанными слоями, такое, что прообраз точки является кривой. Ну, как я еще раз повторяю, скажу, что под это определение попадают сразу три случая в нашей трехмерной программе. Теперь точное определение. Экстремальная окрестность, это русский перевод англоязычного термина, это такой росток трехмерного многообразия, на X, особенности X предполагаются терминальными, росток вдоль неприводимой компактной кривой, и он называется экстремальная окрестность, если существует такое элементарное стягивание. Оно стягивает эту кривую в точку и прообраз этой точки в точности кривая. Ну, и под случай здесь, как я сказал, следующее. Первый случай, когда оно беремо-бемеромосное изоаморфизм вне С, тогда это так называемое флипповое стягивание, то, что я озвучил здесь. Оно может быть бемеромосное, и у него есть исключительный дивизор, дивизиальное стягивание. И третий, когда слои одномомерные, это так называемое курослоение на конике. То есть общий слой это коника, но специальный слой, ну, нельзя сказать, поскольку это нечто неприведенное. Ну, простейшие свойства выписаны здесь, это довольно техническая вещь. Единственное следствие отсюда очень простое, это то, что центральная кривая должна быть проективной ЦП1, проективной прямой. Ну, такие базисные факты, которые были доказаны начиная с работы моря, ну, и затем вот в наших работах. То есть для разных случаев они, ну, оказалось, что они попадают под могут быть сформулированные единообразно. Ну, первое, что если мы рассмотрим наши базисы на многобайзе, то куда стягиваем, то локально-фундаментальная группа это конечная циклическая. Второй побоясный факт, что на самом деле на гавразе x локальная классификация возможна. То есть как только мы имеем классификацию терминальных особенностей, мы можем классифицировать особенности при наших условиях, которые я наложил, обильность антикономического дивизора. Сейчас я это верну. Значит, очень важная вещь это то, что антикономический дивизор является обильным. Это очень жесткие условия, которые дают нам полную классификацию, локальную классификацию. В частности, вот вторая теорема говорит о том, что само x содержит не более трех особых точек, и на нем не более двух точек индекса больше единицы. Ну, и вот приводится пример вот этой локальной классификации. Один из случаев следующий значит особенность выглядит так, живет в нашем в нашей особенности локально. Локальное описание вот по такому правилу. ну, время немножко поджимает. Значит, я значит, основная теорема здесь следующий, то есть подход такой, он немножко индуктивный. Мы изучаем особенности антиканонического элемента, который может содержать или не содержать нашу требую и утверждается, что так же, как и в полностью локальном случае, так же, как в случае изолированной особенности, просто особенности терминальной, он имеет его особенности лишь девуалевские. Это очень важная теорема, это в работе моря 88-го года, которая уже упоминалась, это была одна из основных теорем в флипповом случае, он ее частично доказал и вывел отсюда существование минимальных моделей. Позднее это было для всех бирациональных доказано в 92-м году колором и море и для стягивания на поверхность это в нашей совместной работе с морем 2002-го года. Ну вот здесь приведен пример, очень простой пример, один из самых простых, которые там рассматриваются, это предположим, что наше многообразие локально устроено вот следующим образом. Особенность вот опять же после xy должен стоять плюс, фактор гиперповерхности и предположим, что в этом представлении c это uxx. Тогда наш дивизор вот это такое стечение обстоятельств. Его можно построить не содержащим кривую c. И в этом случае очень просто. Мы его строим сначала локально вблизи точки, а потом доказываем, что он годится и для глобальной ситуации. Ну вот написано это k d должен быть дивизором кортье, а значит пересечение с кривой должно быть целым. А с другой стороны и минус k на c и d на c это дробное число между единицей и нулем. Значит они должны спадать. В общем случае технически это одна из очень сложных частей работы. следствие из этой теоремы которая опять же сформулирован единообразного была доказана в нескольких работах в разное время. Значит вот как я сказал трехмерные флипы существуют и значит трехмерная программа минимальных моделей может быть реализована. Ну вот как следствие каждое трехмерное многообразие верационально эквивалентно или такое или такое. Ну и последнее следствие это отсюда это теорема которая имеет приложение к классификации многообразия моделей фана те которые попадают сюда. Также она имеет приложение к так называемой программе Саркисовой которая более детально описывает поведение многообразия в этом классе. Это говорит о том что база база расслоения на поле имеет лишь девальские особенности более того это особенности типов А. Ну и мое время почти закончилось последнее я приведу пример одного из классификационных результатов Это работа с моря которая появилась в этом году вышла в печать опубликована в этом году значит предположим что у нас есть экстремальная окрестность это один из случаев классификации что это значит над двумерной базой то есть Z это поверхность и предположим что наша XC имеет специальный тип то есть она содержит вот такую точку которая описывается вот так ну тогда вывод P это единственная точка индекс M это R равен 5 и более того мы рассматриваем общее гиперплоское сечение проходящее через нашу кривую оказывается что значит особенность этого гиперплоского сечения изолирована она только в P это рациональная особенность двойственный граф ее описан и как только мы знаем что гиперплоское сечение устроено так мы можем вернуться обратно на самом деле мы можем это происходит так мы возьмем сглаживающее семейство деформации нашего H и в нем выберем одно параметрическое подсемейство и это будет наше X то есть в этом случае мы имеем полную классификацию и более того ну почти алгоритм как восстановить наше X по гиперплоскому сечению ну я на этом должен закончить пожалуйста вопросы вот у вас доказано что каждые трехмерные многообразия операциональные минимальные модели да да это не у меня это в общем-то труд целого поколения это антиподы полные ну это примерно как вот значит если мы посмотрим самое простейшее это гиперповерхность степени d они уже гиперповерхность в проективном пространстве это главные гиперповерхности это уже конечные этапы нашей программы то есть то есть если мы имеем xd в p n то p d меньше или равняется чем n d меньше равно n это фана а при d больше или равняется n плюс 1 это минимальная модель то есть они это антиподы полные то есть это значит в высших размерностях может быть кроме этих двух еще что-то появится нет нет это то что прописано это во всех размерностях но другое дело что вот это этот класс например минимальной модели можно худо разделить по кдрюв размер и когда раз растет у нас возникает больше подкласс так пожалуйста еще вопрос тогда еще такой вопрос в теории инференцированных отображений как известно мы его упоминали есть классификация через алгебра арнольд и другие для терминальных особенностей или аналога какого-то здесь эта классификация работает или полезна если честно не знаю в принципе нет нет не могу сказать вопрос давайте еще раз благодарю докладик за прекрасный вопрос спасибо